Всем привет-привет! Солнечного острова Кипр! Добро пожаловать на наш канал и напомню, зовут меня Екатерина. Буквально вчера мы выложили видео о том, как я искала виллу в Протарасе, но я ни слова не сказала, что это за курортный город Протарас. И сегодня я предлагаю сделать небольшой обзор по Протарасу и расскажу вам о главных достопримечательностях этого курортного городка. Протарас непосредственно граничит с одной стороны с Айанапой и сообщение буквально 15 минут на машине или 20-25 минут на автобусе и с другой стороны с северной частью острова с городом Фомагуста, закрытым городом Фомагуста. И сейчас мы находимся на Кава-Грека. Это непосредственная граница между Айанапой и Протарасом. И, конечно, заповедник Кава-Грека заслуживает отдельного хорошего обзора. Мы обязательно в ближайшее время снимем обзорное видео по мысу, природному заповеднику Кава-Грека. Но сегодня мы отправляемся в Протарас, в сам Протарас. Итак, вот эта дорога, которая уходит в Айанапу. И на 102-м автобусе можно добраться от Айанапы до мыса Кава-Грека. Здесь находится туристический центр, где можно получить информацию о данном заповеднике. Посмотрите, все зелененькое, все красиво, птички поют, природа. Дакона с пляжа 2,5 километра. И мы отправляемся в Протарас. Прежде всего, город Протарас известен своими замечательными пляжами с желтым песком. Их очень много, и мы обратим ваше внимание на несколько, на мой взгляд, самых красивых. Вот сейчас мы подъезжаем к пляжу Конос Бэй. Уже снимали видео пляж Конос Бэй, когда ходили в пещеру Циклопа. И ссылку на данное видео я оставлю ниже в описании. А еще скоро появится на канале видео обзор пляжей Протараса. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Раньше Протарас был маленькой раболовецкой деревушкой. Но после войны с турками в 1974 году переселенцы из Фомагусты стали активно развивать туристическую индустрию в Протарасе. И на данный момент здесь находится очень большое количество апартаментов, вилл в аренду, а также много отелей, ресторанов, кафе. И сейчас превратился в настоящий курортный город. Конечно, вы скажете, что есть еще любимый туристами курортный город Айанапа. Но дело в том, что они очень отличаются друг от друга. Айанапа больше подходит как место тусовочное. И в основном предпочитают Айанапу молодежь, которые ходят в клубы, в ночные бары. А Протарас предпочитают семьи с детьми, потому что это тихий, спокойный городок. Но тоже имеет замечательные песчаные пляжи, шикарное море. И, в общем, индустрия очень хорошо развита здесь. При этом, если вы отдыхаете в Протарасе и вам стало скучновато, вы всегда можете добраться до Айанапы. Это всего 10 километров по дороге расстояние. Можно доехать минут за 15-20 на автомобиле или доехать на общественном транспорте на автобусе минут 20-25 по времени. Кстати, видео об общественном транспорте на Кипре мы уже выставляли на канале. И ссылочку я также оставлю в описании к этому видео. Конечно, помимо многочисленных ресторанов и кафе, здесь есть продуктовые магазины. Вот с правой стороны от нас Lidl. И также недалеко есть супермаркет метро, до которого тоже очень просто добраться. Чуть позже вам его покажу. Протарас сейчас готовят к туристическому сезону. Где-то делают дороги, где-то облагоустраивают пляжи. В общем, работа идет полным ходом. А мы с вами сейчас сворачиваем на набережную Протараса. Перед нами вот Макдональдс. И здесь в сезон работают поющие фонтаны. Шоу, на которое съезжаются туристы и местные жители со всего острова. И обязательно, как только откроются шоу, я обязательно сниму видео и выложу на канале. Здесь вы видите огромнейшее количество отелей с левой стороны, которые выходят прямо к морю, прямо к пляжу. За отелями находится городской пляж Sunrise, который плавно переходит, наверное, самый яркий пляж Протараса, пляж фигового дерева. Ну а также на этой улице безумное количество кафе, ресторанов. Вечером здесь все превращается в бары, в дискотеки. И, наверное, это считается самым таким тусовочным местом Протараса. Конечно, здесь также можно прогуляться. Причем, как по этой улице, так и вдоль моря идет пешеходная прогулочная тропа. Очень любят в качестве занятий спортом ее и туристы, и местные жители, хотя в самом Протарасе местных жителей довольно мало. Все-таки местные жители предпочитают жить подальше от моря, чтобы не было зимой сырости, и приезжают сюда, в Протарас, только на работу. И вот пляж Fig Tree Bay. Не пропустите следующее видео, подробно вам расскажу о данном пляже. А мы приехали к, наверное, одной из самых главных достопримечательностей Протараса, к церкви Святого Ильи. Вот вы видите здесь ленточки, их купить можно внизу, флоречки, периптера, за 50 центов. И эти ленточки вешаются на дерево. Не спешите вешать здесь внизу, пойдемте поднимемся к самой церкви Святого Ильи, и я вам покажу вид, который открывается на Протарас. Обязательно стоит подняться к церкви Святого Ильи, но делать это лучше либо рано утром, либо вечером после захода солнца. Отсюда открываются потрясающие виды на церковь Святого Ильи и на сам Протарас. Получатся совершенно замечательные фотографии, ну и вообще вы получите много впечатлений и эмоций от таких красот вокруг вас. Бывает, что сама церковь Святого Ильи закрыта, но не спешите уходить, ее не закрывают на замок. Вот здесь есть засов, просто можно открыть, посетить церковь и уходя обязательно закройте ее обратно. То есть церкви, как правило, на Кипре не закрывают на замок, только на засов. Сама церковушка небольшая и, конечно, если сама церковь закрыта, то горящие свечки лучше здесь не оставлять. Будьте, пожалуйста, аккуратны. Очень жаркое солнце, очень большой риск пожара. Вот такой вид открывается. И обращу сейчас ваше внимание на деревья, которым привязывают ленточки. Говорят, что если загадать желание и повязать ленточку на дерево, то оно обязательно исполнится. Поэтому заранее внизу приобретите ленточки или приготовьте их дома. И можно будет здесь вот наверху повесить на дерево, привязать и обязательно загадать самое сокровенное желание. Сама церковь Святого Ильи Пророка относится к 14 веку и является православным храмом. А мы с вами двигаемся дальше, посмотреть, что еще интересного есть про Тараси. И хочу обратить ваше внимание вот на Аскот Протари. Это гончарная мастерская, в которой вы можете приобрести всевозможные глиняные сувениры. И тарелочки, и вазочки, и мисочки. И также, вот, кстати, указан телефон. Можно позвонить и записаться, если пить какое-то изделие самому прямо на станке. У меня дети лепили, были в полном восторге, несколько дней обжигают, а потом отдают вам. Также обращу ваше внимание на известный аквариум, океанариум, который находится прямо в Протарасе. К сожалению, из-за коронавируса и из-за ограничительных мер он сейчас закрыт. Но очень надеюсь, что в скором времени он будет доступен для посетителей. 7 евро входят для ребенка, 14 евро для взрослого. Время работы также указано. Здесь замечательный парк, кафе, детская площадка. И можно полюбоваться животными и просто отдохнуть в теньке. Вот с правой стороны от нас находится еще один супермаркет крупный, супермаркет метро. И мы с вами отправляемся к морю посмотреть на порт Протараса. Находится он рядом с пляжем Коломьез. Здесь находятся прогулочные кораблики, туристические, а также рыболовецкие лодочки. Что означает, что рядом замечательный ресторан рыбный с одноименным названием. Здесь именно будут строить новый порт Марина. И мы с вами обратим свое внимание на церковь Святого Николая, который также находится на этом пляже Коломьез. Сам пляж имеет хороший пологий вход в море и желтый песочек. Но о пляжах Протараса мы расскажем в следующем видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. А я хочу поблагодарить вас за просмотр. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео или оно было для вас информативным. И до новых встреч на нашем канале. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok